Здравствуйте уважаемые мастера умельцы! Тема нашего видео перед тем как строить баню, что нужно знать об этом, свои вопросы самому себе и тем кто это будет делать. Сегодняшняя тема это выбор самого сруба. Либо баня ваша будет построена из сруба, либо из бруса, в общем из массива дерева. Это один и тот же подход, но в данной ситуации в наше время строить баню из сруба менее удобно, более практично строить ее из бруса, потому что тот материал из которого сейчас многие продают изготовленные ранее срубленные сами срубы. Сам материал довольно-таки некачественный, в большинстве словам даже это делают из старых телеграфных столбов, как это я видел некоторые вещи. А из бруса собранная баня, она в общем-то обладает теми самими же свойствами, что и сруб обычный, но ее более удобно герметизировать все вот эти стыки и швы. Потому что в наше время срубы рубят при помощи мотопилы, не вырубают нужный там перехлест и нужный объем, когда бревно накладывается на другое бревно, чтобы был достаточный перехват и чтобы был какой-то объем пакли туда, утеплителя укладывался. Сейчас это все не учитывается при толщине, при диаметре бревен почти 40 сантиметров, бревна между собой могут соприкасаться практически от 5 до 7 сантиметров. А когда вы делаете саму баню из бруса, то это гораздо проще. От толщины бруса зависит и сама толщина прилегания верхних венцов к нижним. Утеплять можно также, сейчас это все удобно и доступно, специальная лента из пакли на хлопчатой основе, ей утеплять можно легко. Но также вот эти бревна, которые вот сруб люди продают, обычно бывает, что стоит сруб на продаже, на витрине стоит собранный, а остальные срубы лежат у них просто кучами. Самый главный принцип у сруба, когда бревно взяли и срубили из него сруб, бревна сложили сразу, когда они лежат друг на друге, это еще все нормально. А когда бревна взяли и раскатили сруб, просто раскатили его, сложили его в пачку, чтобы он или много места занимал, или просто его после транспортировки не собрали, то бревна сразу же уводят. Бревна уводят до такой степени, многие бревна слегка перекручивают, многие перегибают бревна. И в итоге получается, что если сруб пролежал буквально месяц в несобранном виде, то бывает так, что сруб собрать невозможно. Бывают такие моменты, что туда в него лезет между бревнами, две ладони может залезть, и сруб абсолютно становится негодный. Также люди, не понимая, привозят его, скидывают, с машины разгружают и оставляют его до каких-то лучших времен, чтобы собрать, потом на месте. А когда начинают его собирать, они понимают, что сруба у них нет. И фактически этот сруб уходит на дрова. А с брусом, конечно, все гораздо проще. Брус всегда продается на рынке в пачке, его на месте нарезают и при помощи специальных деревянных клиньев. Собирают так, чтобы он не разъехался уже. И потом уже, единственное, что брус так же долго, как и сруб, потом должен садиться, потому что усадка у бревна очень большая, поперечная, как и продольная. Поперечная усадка, она в два раза меньше, чем продольная, но в то же время вот сруб может сесть и на 10, и на 15 сантиметров по высоте по своей. И за это время невозможно ничего там внутри обшивать, фактически. Даже разделку вот этого песочный ящик, когда строят, то делают такую трубу, которая могла спокойно проходить, потому что сруб садится, и фактически обшивки никакие проводить внутри вообще не представляется никакой возможности. Единственное неудобство подобных методов, что строительство затягивается практически на целый год. Также надо учитывать то, что при строительстве сруба, бани сруба или из бруса, его надо так же пытаться герметизировать от влаги и все прочее, потому что в наше время продаются печи очень мощные металлические, которые сразу отдают большое количество тепла, как конвекционного, так и инфракрасного. Баня протапливается практически очень быстро, но это, что называется, протопился объем баны, а то, что сами бревна или вот эти вот, что вот этот брус, он остается абсолютно холодный. У не очень просушенного бревна плотность практически как у свежемороженной курицы получается по содержанию холода. И в итоге внутренний объем совершенно теплый, уже поддается пар, уже вырабатывается пар, а бревна абсолютно холодные. И образуется конденсат, который по ним стекает и втекает вот в эти вот прослойки между бревнами, вот в эту вот, в эту паклю и вот в эту, в конопатку. От этого сруба и брус из бруса, хоть и с бани страдает. Поэтому надо очень много учитывать моментов, как это все герметизировать снаружи. Значит, в следующем видео мы рассмотрим, как можно построить баню из материалов недеревянного происхождения. Также мы расскажем потом об отоплении бани, об выборе полов и кровли. Большое спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok